Всем привет! Я очень рад встретить опять вас на свой канал в YouTube. Очень рад, что мы снова вместе. Сегодня мы продолжаем следующая серия из мини-сериала семинар FIOP, в которой мы будем обсуждать первая дисциплина из рабочей дисциплины, которая оценивается собака, фетоиспитание, а именно дисциплина работа по следа зайца. В этой серии мы ознакомимся с требованиями для этой работы, что мы ожидаем увидеть из собака во время работа на этой дисциплина, как оценивается, какие могут быть ошибки, допущенные из ведущей во время испытания, а именно во время работы по этой дисциплине, какие плюсы оцениваются во время этой работы. Еще мы обсудим, как помочь. В конце видео я вам дам некие советы, такие маленькие, короткие, как помочь ваша собака поднять и показать все свои выражения и качества именно фето-работа на местах, где есть довольно достаточное количество зайцев в поле и на местах, где их вообще-то нету. Есть некоторые способы, с которыми вы можете помочь вашей собаке, чтобы они развили вот это свое выраженное качество, именно работа по следа. Но перед того, как мы начинали обсуждать конкретно именно работа по следа зайца, я хочу вам обратить внимание на некие, на два момента, которые я не упоминал в первое видео. Верну вам немножко назад. Я несколько раз вам просил для обратной связи, чтобы вы написали в комментарии под видео какие-то ваши вопросы, какие-то ваши мысли поделились со мной. Поверите мне, человек не может знать все, так что обмена опыта, это будет полезно для всех нас. Так что пишите в комментарии ваши мысли, пишите в комментарии, делитесь с вашей практикой, с ваш опыт. Это будет полезно для всех, которые смотрят, включают и для меня. Эти два момента, которые я не упоминал в предыдущем видео, касаются именно то, что в это испит надо определиться еще вида лая у собака, как она подает голос во время работа и надо она тестоваться на поведение во время выстрела. Я умышленно пропустил эти два момента и сильно надеялся, что кто-то напишет в комментарии под первое видео, ну типа вы ничего не там не опоминали про эти моменты, расскажите нам про них. Для сожаления никто это не написал, но все равно я должен вам рассказать и объяснить, как они оцениваются. Так что начинаем с ними. Виды лая бывают, может быть, четыре вида. Они оцениваются, ну по четыре пункта оценивается лая у собака. Они обычно оцениваются при работе по щерстовой дичь, но не только. Первое, которое это шпурлаут. Шпурлаут, либо голос по следа. Это когда собака работает по следу и подает голос на те места, где сильный запах, где заяц просто ступил, оставил сильный запах. Собака там перевозбуждается и подает глаз. Это, конечно, не обязательно требование для собаки. Это просто один плюс. Когда собаки это делают, это очень хорошо. Ну, хотя смотрите, в какие условия. В некие условия шпурлаут, либо лай по следу, это очень хорошо. А в некие условия, это, скажем так, немножко мешает на практическая охота. Следующий пункт, который можно отмечиться в это флай, это зихтлаут, либо лай на глаза. Когда собака смотрит дичь и гоняется за ними и лает. Третий, это подвопрос, может отметиться. Подвопрос это означает, что собака не показала шпурлаут. Во время работы по следу она не подавала голос. А у ней не было возможности гоняться за дичем, за зайцем, либо там за какой-то дичь. И мы не можем сказать, она лает на глаза, либо не лает. Четвертое, это немое переследование. Это когда уже мы увидели, что собака гоняется за дичь, но не подает никакой глаз. Это тоже есть такой момент, который должен отметиться, если у собаки есть. И пятый момент, это собака, которая лает во время поиска, беспричинно. Слишком превозбудренные собаки иногда, когда отпустите их из поводок. Есть такие собаки, это не тулируется, это не хорошее поведение у собаки. Она просто ищет, во время поиска лает. Почему это не тулируется? Потому что, сперва, это дочь Драдхар Хатяй, собака для всестрального использования. Это собака и седьмая породная группа. Это не гонча. Даже у гонча это нехорошо, когда они просто так лают. Потому что, типа, они обманывают нас, охотники. Это, и кроме все остальное, это теплай, пугает дичь и мешает на нашей охоту. Поведение на собаку во время выстрела тоже делится на пять пунктов. Первое, это никакая реакция. Нет проблем, шуц-фест выдержала собака отлично. Второе, это легкая чувствительность. Это когда во время тестования произвели выстрел в воздухе, и собака слегка так, ну, показала, что он ее влияет, но не повлиял на ее работу. Она никакой иначе не приостановила свою работу. Чувствительность, это когда после выстрела, третий пункт, это уже чувствительность на выстрел, это когда после выстрела собака приостановляет свою работу. Она услышала выстрел, дернулась, приостановила работу, но в рамках минут она начинает снова, возобновляет снова своя работа самостоятельно, и это принимается, что он не так сильно мешает. Сильная чувствительность, это когда во время теста, после выстрела собака приостановляет свою работу, и в рамках одной минуты она ее не возобновляет. Такие собаки, в принципе, прилипают к своей ведущей, и не хочут по никакой иначе отлучиться из них и возобновлять свою работу после выстрела. И страх с выстрела, это уже когда после выстрела собака где-то убежала, спряталась в машину, в кустарник, где-то она, это панический уже страх. Такие собаки, понятное дело, они могут быть использованы для охоты, они могут по никакой иначе выдержать это испытание. То же самое касается и для этих собаки, которые в рамках минут не возобновляют свою работу. Конечно, на один позже этап, приведущий там легкая чувствительность, чувствительность которой на позже этап на хацпе, они снова будут тестированы собаки, если там уже они не покажут, либо какое-то отношение к выстрелу, то у них все нормально, они могут использоваться для разведения. Но последние два параметра, там уже, когда сильная чувствительность, когда страх с выстрела, эта собака непригодна для охоты. Так, я надеюсь, что вы мне поняли, и я вам еще раз попрошу, напишите в комментариях ваши, если ваши вопросы, поделитесь вашей практикой, что случалось, задавайте вопросы. Это для меня будет легче, для вся аудитория, которая смотрит, для все мои подписчики, которые смотрят эти ролики, будет очень полезно. Для всех нас коммуникация взаимная будет полезна. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Мои друзья, я скажем так, собрались вот здесь, чтобы обсуждать наши любимые собаки и работу с ними. Работа по следам зайца. Общие параметры этой работы мы хочем увидеть из собака концентрированная работа, большое желание, как я говорил в первый ролик, самое главное на FIOP, потому что это из-под которой оценивать вражение качества, самое главное это желание. Даже при оценивании сама работа по следам зайца, не так важна длинность следа, который отработает собака для оценки, как ее сложность и как желание, которое продемонстрирует собака во время работы. Во время испыта мы хочем увидеть собаку, которая, когда отпустил ведущий поводок, там есть несколько специализированные поводки, которые делаются для более правильных вариантов, которые вы отпускали собаку, чтобы она концентрировалась в работе. Я сейчас отпущу вам ролики и будем комментировать, покажу там некие ошибки, которые ведущий делает, которые нельзя в принципе делать целое время испыта. Если вам интересуют какие эти поводки специализированные, то вы напишите в комментарии, я вам покажу, у меня есть несколько таких. Ну я думаю, что большинство из вас это знает, но все равно, если вам интересно, напишите пожалуйста в комментарии, давайте будем обсуждать все эти вещи. Когда ведущий отпустит собаку из повод, мы хочем увидеть на первое место огромное желание, а второе место концентрация на собаку. Мы оцениваем по тому, как она держит след, как она возвращается на след после ее потери, ну на поворот, если будут какие-то там услужнения, фето след, как услужнения, это давайте исчистим этот вопрос. Услужнения по след, это является засух, сухая погода, сухого поля. Там вы знаете все активнее охотники, вам понятно, что когда такие условия в поле, запах меньше остается по травам, меньше остается по земле, и это усложняет работу собак по такой след. Еще услужнение является сильный ветер, бурный ветер, он быстро отдует запах из того места, как минимум он относится первые несколько минут, а потом вообще-то след там не устается. Как услужнение тоже является какие-то, дождь очень сильный, тогда тоже запахи не так нормально распространяются, быстро отмиваются, и это осложняет работу собак. Как услужнение тоже является снег, если во время работы, да, все мы понимаем, что это весенние испытания, все мы понимаем, что должен, не должен быть снег во время этих испытаний, но я вам скажу так, моя практика случилась. Один год в Болгарии во время испытания, мы вечером ложимся, погода была 10-15 градусов, после обеда что-то сильно похолоднело, а утром поднимаемся в гостиницу, чтобы поехали в поле работать, и у нас 40 сантиметров снег. Так что проходили ВИМ на 40 сантиметров снег, и это очень сложные условия, особенно для этих молодых собак, которые реально у них нет опыта. Так что во время таких сложностей судей должен проявлять терпение и взять под внимание все эти условия при формировании крайней оценки на конкретная собака. Еще во время оценки должны пересмотреться препятствия, которые собака преодолевает, когда работает послед. Такие препятствия могут быть каналы, большие кустарники, камыши. Более высокая оценка для плюс считается, когда собака пересекает дороги какие-то, когда меняет несколько видов поля, несколько культуры разные. Ну может от зеленка пойдет в коричневая трава, потом в паханное поле. Все это является услужнением, потому что на все разные терения запах распространяется по-разному. И если наша собака может следовать след даже при перемене терения, это означает, что у ней эта работа легко отдаётся, у ней это очень хорошее качество. Другое такое услужнение, которое очень важно, и вы имеете право во время работы отказать такой след, это когда заяц поднимется и побежит. Наоборот, движение вся, тип, который ходит там ведущие собаки, судей, мы ходим в одно направление, поднялся заяц и пошёл наоборот. Почему вы можете отказать такой след? Потому что на самом деле это является один из самых сложных следов вообще в такие испытания. Почему? Потому что у нас за спиной оставили следы, оставили запахи от нас, от нашей собаки, из судей, из участники, из гостя, который там примерно есть 15 лет за наш спин, и ещё один след зайчик, которой собака должна разобраться в все эти запахи. Это, если, конечно, это взрослая собака, с большим опытом, если она уже натаскивана, это не так сложно может быть, может быть для ней, хотя не для каждой взрослой собаки это легко получается, а для молодая собака это вообще очень сложно. Так что, если примерно вам судья спросить, хочет ли вы этот след, а он должен вам спросить этого, хочет ли вы этот след, отработать ваша собака, вы можете отказаться, и я вам, и я вам, как человек с опытом, как судья, рекомендую не работать такой след. Конечно, есть собаки, которые очень талантливые, которые могут разобраться, но все равно, как они разберутся в это, они это не сделают по самой лучшей иначе. Если даже ваша собака всегда делала во время тренировки следи на 12, вот такая след, она вряд ли сделает на максимум. Это просто очень-очень сложная работа. Другая очень важная вещь, во время испыток, как ведущий, вы никогда не забывайте отпускать собака на работу после след всегда так, именно так, как и вы тренировались во время тренировки. Никогда, никогда, это огромная ошибка, не меняйте в последний момент ваш ритуал. То, что вы делаете перед того, как отпустите собака после, это является ритуал. Этот ритуал собака очень хорошо запоминает. Так что, обязательно вы отпускаете собаку именно по тому, по которому вы ее отпускали во время тренировки. Если вы поменяете ритуал, если собака там, конечно, очень хорошая, она разберется. У меня есть такое видео, я сейчас отпущу и покажу вам. Вот именно из-за ради такая ошибка, как собака путается в начале след. Да, там на видео, ну, его обсудим потом. Если собака очень хорошая, то она разберется в ситуации, ну, это примерно небольшой процент из всех собак, которые являются на испытание, потому что большой процент из всех собак, которые являются очень молодые, с малоопыт, и каждая наша ошибка влияет на их работа, на то, что они покажут. Конечно, у всех нас, у всех нас, как ведущий, как владелец собаки, есть желание, что показали самые лучшие свои возможности. Другое, что вам надо понимать, если вы молодые ведущие, то, то именно то, что собаки на испыт, очень редко, очень редко, боевают собаки, которые показывают все свои возможности на сто процентов во время испытания. Обычно это не случается, это очень-очень редко действительно боевают, так что не переживайте, если ваша собака не показала все свои возможности, не тянете за судей, чтобы искали еще-еще-еще-еще следи, на самом деле вам правильник позволяет до 5 раз отпустить собаку на эту работу, но вы это делаете с умом, потому что иногда случается так, что погода становится жар, жара, это услужняет жара, суху, так как говорил, услужняет работа после, сама собака, она молода, у нее не такая водеживость, как взрослая собака, она устает быстро, вы ходите по поле, держите ее на поле, вы сами задумаетесь, сколько раз во время тренировки вы выходили 2 часа в поле, просто с собакой на поле, это очень редко боевает, большинство случаев мы подходим в поле, отпускаем собаку, она сработала, пошли, а во время испытания это не точно так, вы ходите в поле, собака на поле, она там дергается, запахи проверяет, вы ее что-то там поругали, чтобы не гавкала, пока работает другая собака, и что-то такое, это новые условия для вашей собакой, чтобы не были такие новые условия, лучший вариант, когда перед испытом, хотя 2-3 раза вы созвонили своими друзьями, которые находятся рядом с вами, и пошли вместе, вместе, в один день потренироваться, это типа вы вставляете собаку в условия, в которые будут максимально близко до сам испыт, поверите мне, очень большая разница в голове собака, когда вы тренируетесь один, и когда вы тренируетесь несколько человек, а группа, есть некие собаки с более чувствительным характером, которые примерно, когда там группа, когда есть наличие другие собаки, когда есть много людей, им это, как сказать, влияет на работу, и влияет не в лучшая сторона, а наоборот, влияет хуже сторона. Конечно, есть и такие собаки, которые очень темпераментные, очень талантливые, которые не терпят конкуренции, вот на них, это, когда есть другие собаки дополнительные, там, когда есть еще люди, это они принимают как конкуренция во время охоты, и это на них влияет лучшая сторона. Но, чтобы вы знали, как это повлияет ваша собака, вы должны ее поставить в такая ситуация и оценить правильное ее поведение. Вот именно ради этого я вам говорю и советую перейти с пито, вы там вместе сделаете с вашими друзьями, либо знакомым, просто даже если не знакомые, люди просто там нашлись в интернете, сделайте какие-то совместные тренировки, это будет только ваш плюс. Как я говорил в первое видео, это работа, собака может быть оттенена с оценкой недостаточно, это 0,1,2 балла, достаточно это 3,4,5 балла, хорошо это 6,7,8 балла, очень хорошо это 9,10,11 балла и отлично 12 балла. Чтобы прошло успешное испытание, собака должна получить как минимум достаточно 3 балла. Так, сейчас мы смотрим на видео и обсуждаем работу собаки. Так, вот это первое видео, вы видите, как я указывал ведущий, где прошел заяц, а он отпускает собака. Я здесь поставлю на паузу немножко и хочу кое-что сказать. Вы видели, как он заходил ходом и отпустил собака, вообще не попытался сконцентрировать ее на след. Лучший вариант был бы, чтобы он ее остановил, но если это дело еще в тренировке, показал ее землю, привлек внимание на собаку, на сам запах. И когда собака начинала обработывать запах, когда она сама потянула по запаху, тогда он ее отпустил. Потому что здесь поспещил просто ведущий, это ошибка, которую делает очень много ведущий, а тоже делает ошибки в своей молодости, когда учился. Но тогда столько я понимал, не были люди, которые мне все это объясняли. Пока не появились у нас в Болгарии наши немецкие друзья из Германии, которые все это нам объясняли, как на маленькие ребенки. Очень большая благодарность их, которые нам учили. И в итоге, впоследствии, мы научились действительно ползывать и работать с этой породой. Продолжаем смотреть дальше и комментирует поведение собака во время работы. Вот сейчас мы наблюдаем во видео, собака сделала один левый поворот, который был легкий, тупой. Потом там, где она начинала крутиться, заяц сделал десний поворот. Направо он пошел. Ну, там был уже под 90 градусов. Вот видите, собака там что-то не может разобраться с этой поворотой. Она поискала, поискала и возвращается. Вот здесь пока она возвращается, до сих пор, до этот момент, ее оценка вот до этот момент, где собака возвращается, ее оценка 8 баллов хорошо. Ну, хорошо, хорошо, плюс 7-8 баллов. Больше не можем написать, потому что первое, скажем так, препятствие поворот, это однородное поле, зеленое, был тупой, не был такой серьезный, серьезный поворот, не было такое серьезное препятствие, мы не можем дать больше, чем хорошо. Второе, которое было уже более такая выреженная сложность, под 90 градусом там повернул заяц, собака не успела разобраться с этой ситуацией, она просто попробовала немножко и начинала возвращаться к свой владелец. Продолжаем наблюдать дальше. Вот здесь видите, собака дошла до середины, до середины следа, и опять вернулась искать следа. Вот здесь, вот именно в этот момент уже оценка от собака стала очень хорошо. Ну, очень хорошо, минус, наверное, самая низкая оценка из очень хорошо, это 9, но она уже прошла следующая оценка, самый низкий балл из очень хорошо, она уже прошла следующая оценка очень хорошо. Она вернулась до середины, опять вернулась на след, и опять показала нам желание найти источника этого запаха. Сейчас наблюдаем собака, она возвращается к владельцу, я ему сказал, не трогать собака, вообще-то видеть себя, не делать ничего. Она пошла, понюхала остальные участники в наш семинар, и тут опять попробовал ведущий ее вернуть, я опять его поругал, и видите, что получается, собака опять пошла работать по следу, она опять показала нам желание, чтобы хочет обработать этот след. И здесь уже, здесь уже, я вот, и правый поворот, она там чуть-чуть лучше отработала, пошла еще дальше через правый поворот, и здесь уже я могу поставить вот это, вот видите, там крутится, ищет, она питается, обработает след, найти источника запаха. Вот здесь уже, именно здесь я могу уже поставить очень хорошо, твердо, как оценка на эту собаку, хотя и это однородное поле, хотя длинность следа не так велика, там наверное метр сто пятьдесят, ну не больше двести метров была эта следа, сто пятьдесят, двести что-то такое, но собака нам два раза показала, что она возвращается на след и питается ее сделать, как говорил в начале, самая главная для нас работа на эти, на эта дисциплина желание, не длинности следа, ничего остального, желание, так мы сейчас смотрим второе видео, которое я подготовил, там уже другая собака, вот видите, это ведущий пытается показать собаку, но он тоже поспешил, он не подождал, чтобы собака хорошо взяла след, сконцентрировалась, хотя мы тренировались с него несколько раз, но это парня, первая его собака Дратхар, все это для его очень непонятно, очень ново, но вы видите, собака вот, 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 вот уже взяла стабильно след, сконцентрирована, пошла послед, именно отсюда побежал заяц, и рядом с то большое дерево, которое прямо на нас, на камеру смотреть, он прошел через это огромное препятствие, которое там камыш, канал, скамыш, очень большие кусты, я сейчас подойду, там близко с камерой вы увидите, как обработывает дальше собака след, там рядом были два человека из участники, которые я попросил вступить, как, у которой не были собаки на руках для практика, я их попросил, чтобы они вступили, как мои помощники, и наблюдали вместе со мной работа собак, и рассказывали мне те моменты, которые я не могу практически увидеть, как в данный момент, как случается, на самом деле, на самом месте, два помощника, реально, являются дополнительные глаза для главного судья, они говорят ему, что он не видит, те моменты, которые он не видит, они ему разъясняют, объясняют, как сработала собака, что случилось, вот сейчас я подхожу, там коллега уже наблюдает близко собака, вот вы видите, это очень сложное препятствие, это препятствие буквально очень сложно, это серьезный канал, с камыши, с другая страна канала, у нас два ряда деревья, яблочные деревья там есть, у которых тоже желтая трава, это уже другая растительность, третье поле уже меняет, вот видите, первая была зеленка, потом канал с камыш, потом желтая трава, потом опять зеленка заходит собака, и там след поворачивает вправо и упирается на те высокие деревья, которые вправо часть вашего экрана находятся, это след был с длинностью где-то 250 метров, не больше, ну примерно может, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, никто не замерял их до точности, ну примерно где-то 250 метров, хотя это не очень длинная след, она очень сложная, потому что у ней есть очень много препятствий, собака там отработала несколько минут, вот я сейчас обсуждаю, объясняю, что одно поле зеленое, потом канал, собака сработала, и пооборотная следа, она вернулась к своего ведуши, это говорит, что собака очень адекватная, в своем уме знает, что она делает, именно делает то, именно как надо работать, именно как мы хочем это увидеть, вот сейчас наблюдаем второе следа на одной из этих собаки, вот здесь спрятал, поднялся передо мной заяц, спрятал глаза этого собака, ее ведущей, по поведению собаку, мне казалось, что она увидела, хотя и не сильно, но она увидела за доли секунд заяц, когда он поднялся, вот смотрите сейчас ошибку ведущей, в первый раз он попытался сконцентрировать собаку, а второй раз он прямо ее так отпустил на ходом, вообще никакая концентрация, и смотрите сейчас поведение у собака, это поведение у собака является из две ошибки, оно спровоцировано из две ошибки, которые сделал владелец здесь, первая ошибка, что он позволил своя собака увидит это дичь, и обманул мне, что она не увидела, я его после того, как увидел, как начинала работа собака, я его спросил, ты уверен, что собака не увидела дичь, А он мне такой, ну может за доли секунд признался, что собака увидела дичь. Да, он действительно быстро среагировал, она за доли секунд увидела. Но все равно, видите, сначала, вот сейчас начинала работа по следу собак. Видите? Вот сейчас она начинала. В этот момент она уже сконцентрировалась на след. До этого момент собака вообще не работала по следу. Там заяц поднялся 30 метров, после этого он сделал поворот направо. В первые несколько, там, одна-две минуты собака пыталась найти заяц на глаза, потому что она его увидела. Она увидела, в какое направление он побежал. Так что, когда вам суди говорят во время испыта, вы прячете глаза своей собаки, ложите их ниже, чтобы они не видели заяц, когда он поднимется, они это не говорят, потому что они хотят, чтобы дали шанс вашей собаке отработать хорошо. Наоборот, они хотят, чтобы дали, чтобы ваши собаки не видели заяц, потому что, если они видят, они не концентрируются на работа по запаху, они ищут заяц на взгляд, как делала эта собака первые 1-2 минуты. Но, эта собака, конечно, я ее лично знаю, как она из моего питомника. Я тренировал ее вместе с ее владелец. Она просто очень сильная фето-дисциплина. И это доказательство, что она самостоятельно, без помощи своего ведущего, своего владельца, успела найти след и взяла его правильно и пошла работать дальше. Здесь собака отработала след, наверное, где-то 500-700 метров, что-то такое. Просто очень далеко пошла. Она поменяла 3-4 вида поля, включая и паханное поле. Прошла через две дороги, которые находятся там. В конце, в самую дальнюю часть кадра видятся деревья. Вот это русло крыто-река, она пошла в крыто-река, там зашла за 2-3 минуты и потом вернулась наоборот к нами. После первой работы, которую сделала собака, и это вторая ее работа, если это был испятный день, я могу спокойно поставить на такая собака все равно, кто она, 12 баллов. Потому что она нам показала именно то, что нам требуется за максимальную оценку. Это концентрация, огромное желание, преодолевание разной культуры, преодолевание дороги, преодолевание паханное поле. Это все места, где запах держится по-разному. Если собака может следовать такой след, то значит она достойно получит максимальную оценку 12. Для того, что собака получила максимальную оценку фетодисциплины, она должна сработать примерно один раз для 11-12. А второй, если она сработала первый раз для 12, а вторая подтвердила на вторая работа уже за не меньше, чем очень хорошо твердо 10, то она может получить оценку 12. В данном случае собака нам демонстрировала две работы. Первая примерно была что-то между 11-12, скорее всего 12, потому что след был короткий, не был очень длинный, но был очень, скажем так, сложный, с очень много препятствий. Так что спокойно и на первый след можно описаться 12, а на второй это был уже сумасшедший след, там большая длина, с много разной поля, спаханное поле с дороги. Вообще-то там был комплект всей сложности. Кроме того, я помню этого дня, когда мы делали семинар, был засух очень большой, буквально не было никакая влажность поля. Там все было сухое, даже может на видео видно, когда собаки бегают там по полю. На первой след, думал, на эту собаку видно, собака бегает по полю, а там пиль поднимается под ноги. Так что спокойно можно на такие две работы, на эту собаку, если она это сделала во время испытания, поставится 12 баллов. Чтобы получить собаку 11 баллов, если она сделала примерно одна работа, как первая, это своя, но сложная такая, не очень длинная, но вторая была примерно для очень хорошо, но примерно очень хорошо 9-10. Тогда она не обязательно тверда очень хорошо, может быть вторая работа для очень хорошо минус, как была работа у первая собака, и вы можете спокойно поставить такая собака 11 баллов. Тут есть один очень тонкий момент при работе собаки в разное поле. Если собака работает в однотипное поле, примерно пшеница зеленая, пусть и она отработала там тысячу метров следа, пусть и там были несколько поворотипов следа в это однородное поле, она не может получить больше, чем 11 баллов. 12 в никаком случае в такое поле не может присудиться на собаку, мы не можем ее отдасть, потому что нам не хватает, самое главное, что нам нужно для этого, для 12 баллов, это усложнение, препятствие и перемена поля, перемена условия, при которой собака следует следа. Если примерно собака отработала там 500 метров зеленое поле, потом пошла какой-то канал с другой стороны канала паханое поле, даже если она не успела потом в другая страна проследить еще там длинное расстояние след, но она хотя бы попыталась несколько раз исправить след, ну искала след, искала, 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 по того, сколько время она искала, уже судья делает, судистская комиссия делает своя приценка, может ли написать 12 на такая работа. Очень важно, когда оцениваем собаки, все равно какая дисциплина, мы дали максимально адекватная оценка, потому что слишком большие оценки это проблем, слишком низкие это тоже проблем даже преступления, прямо порода. Когда мы неправильно оцениваем собаку, мы подаем неправильную информацию потом на все эти люди, которые делают статистику за нашу породу, а эта статистика влияет на дальнейшее развитие нашей породы. Так что, если вам, судей, несколько раз просят, чтобы в данные, в какая-то дисциплина, вы показали и опять, и опять, и опять ваша собака, вы не думаете, что это какое-то конкретное такое отношение к вам, и они пытаются, вам мучают, нет, наоборот, они просто пытаются разобраться и правильно оценят максимально, правильно по достоинству способности вашей собакой. Особенно, когда мы говорим про врожжение качества, это очень-очень-очень сложно. Так, есть еще одна подробность, которую я хотел с вас обсудить в работе по следа. Оказается, поправильник, собака должна работать по следа не больше, чем 20 минут. Если она сдержится по работе по следа больше, чем 20 минут, это считается, что собака не хочет вернуться к вам, не хочет возобновить контакт с душей, она хочет самостоятельно работать для себя. Но тут есть один очень тонкий момент. Тут есть один очень тонкий момент, который связан с другая одна дисциплина, это правильник FIUP, VIM, это дисциплина Гехорсом. Если вы прочитаете аккуратно правильник, вы посмотрите, что в дисциплина Гехорсом написано, что послушание, дисциплина Гехорсом это послушание, написано, что послушание во время контакта собака с дичь не требуется. Вы поняли? Послушание во время контакта с дичь на собака, на этой испит, FIUP, которая испит для вражения качества, не требуется. И вот я вам дам вот такой пример. В прошлом весна мы с моими коллегами из Болгарии были как участники, как судьи на FIUP в Сербии. Наши соседи, наши друзья в Сербии. Всем привет в Сербии. Там мы были в такие поля, где были очень много косули. Но когда я вам говорю очень много, они были больше, чем зайцы. Скажем так, в день мы просчитывали просто, они были на группой, поединично, всякие там варианты были косули. Это европейская косуля, чуть-чуть маленькая, чем ваша. Мы посчитывали в день, мы видели по 300-500 штук косули. Ну, представьте себя, огромные поля, равные, и очень много косули. Там было почти, практически невозможно, чтобы очень редко был такой след, который не пересекал след косули, либо не попадал прямо в стая косули. Понимаете? И более перевозбуженные собаки, собаки, которые сильнее охотнические качества, просто нырнулись на косули, они пошли за ними, и давай гонять там полчаса, 40 минут, пока они устанут, гоняли за косули. Вот здесь очень тонкий момент, как поступит судейская комиссия. Сперва она должна увидеть это. Она должна увидеть это, что собака сделала контакт с косули, а чтобы она должна это увидеть, она должна постараться над это. Иногда бывает, что ради особенностей ландшафта мы не видим очень далеко, ну, тогда судья должен пробежиться какое-то расстояние, там булки зашевалить и посмотреть. Если он это не делает, он просто не хочет правильно оценить ваш собаку. Когда судья обмятный, когда он хочет правильно оценить вашу собаку, он это сделает. Поверите мне, я видел некоторые немецкие суди, которые в возрасте 70 лет бежали по несколько сотни метров, поднимались наверх, чтобы увидеть работу на собаку, когда она пойдет последовательно большие расстояния. Именно из все эти люди, которые я учился, я видел очень много таких вещей. И когда суди хочет правильно оценить, оценить работу ваша собака, они постараются это сделать. И вот в этой ситуации, если судья наблюдал все время работа собака по следу, и он видел, что где-то собака отлучилась от следа, заяц пошел влево, собака пошла вправо, и там она уже что-то там ищет, бегает, нюхает, там нет никакой контакт с дичь, и не возвращается в рамках хиты 20 минут, это одно положение, это одно дело. Тут можно снять собаку из испытания, потому что она демонстрирует нежелание работать вместе. С ведущей она хочет охотиться за собой, но если собака работала послед, втопнула стая косуля, они побежали, она давай за ними с голосом побежала, и там гоняла их 30 минут, это уже совсем другая ситуация. И здесь судья должен, судейская комиссия должна очень хорошо обсудить вот этот момент, и принять решение, может ли оставить эту собаку, продолжить или снять ее. Потому что, опять говорю, здесь получается связка с другой, с другая дисциплина из этого правильника, именно гехорсом, где точно написано, что при контакте с дичь, послушание у собака не требует. Как я вам обещал в начале ролика, я дам некие такие маленькие подсказки, совете, как вы тренируете, подготовите свои собаки, именно для этого испытания, на работу по следам зайцев. Когда в вашей охотнической угодья есть достаточное количество зайцев, это довольно легко получается. Достаточно, что вы пристрелили просто несколько зайцев перед ваших собаками, реально охота молодая, но я имею в виду самый лучший вариант, тогда, когда во время поиска перед вашей собакой поднялся зайц, она пошла гоняться за его, и вы его пристрелили. Это самый лучший вариант, это остает довольно сильные впечатления в собаке, и она это запоминает навсегда. Если у вас будет возможность это сделать несколько раз, то поверите мне, потом ваша собака будет работать на следа зайца очень, так скажем, здорово, очень хорошо. Но, конечно, это касается, там у разной собаки, разные характери, и у них у каждой отдельной собакой, это требуется, ну, разное количество такое случится, чтобы она заработала как надо, но все равно это самый лучший вариант, идеальный вариант. Конечно, есть такие варианты, в которые ваши охотнические угодья, ваше хозяйство, я знаю, в России есть очень много такие места, в Болгарии то же самое, да и в Германии, в Казахстане, везде и везде, везде есть места, где не хватает количества зайца, вот на такие места, либо, может, они есть, но у вас нет возможности пристрелить дикий зайца во время охоты, просто там он запрещен для охоты, и вы не можете это сделать, тогда нам нужно включить какой-то искусственный вариант, имитация вот этой истории, и вот как делаю это я, я беру домашний заяц, делаю с него живой, конечно, делаю с него волок, первый волок я делал не больше 50 метров, вставляю живой заяц на конца, они обычно не бегают много, стоят там, не нужно их привязывать, не нужно ничего, отпускаю собака после, тут очень тонкий момент, раньше я вам говорил, вы никогда не меняете то, что делали во время тренировка, в последний момент, во время испыта, тот ритуал, который вы делали во время тренировка, должен быть то же самое, которое вы делаете во время испыта, что означает, что я имел ввиду ритуал, вы подходите там, где поставили метку, начало это следа, следа, который волок, живой заяц, просите собак, чтобы она садилась, посаживаете ее, вставляете повод, с которой она будет работать, на следа зайца, это может быть, и то же самое повод, с которой вы ее видите, но просто его переставляйте, по тот начин, по которому вам будет легче, потом ее, и незаметно за собакой, отпустить его по работе, на следа, показываете на собаку, начало следа, держите ее, пока она не заинтересуется, и запаха, когда она заинтересуется, потянет, вы незаметно для ее, отпускаете один конец повода, она уходит, и медленно идет, вначале это всегда, почти бывает медленно, ну, опять смотри, какой характер у собака, она уходит по следам, находит заяц, там делает свои дела, и это оставляет, то же самое отпечаток, в ее голову, в ее сознание, как того, чтобы вы пристрелили, дикий заяц, во время реальной охоты, конечно, если некие собаки, у которой это получается, очень быстро, просто один, два раза сделали, и все, она уже, как почуять след, летит по него, как сумасшедшая, есть другие, которые можно понадобиться, и 10 раз, это сделать, чтобы поднять, пробудить, разбудить у собака враженное охотническое чувство, враженное чувство для преследования дичи, это все связано с характером собака, это первое основное правило, когда вы начинаете Натаску с любая собака, с любого возраста, чтобы вы сперва оценили ее характер, чтобы вы знали, как эта Натаска продолжить дальше, самый лучший вариант, вам надо оценить характер собака, это у каждой собакой свой характер, а не как люди, нет две одинаковые собаки, поверите мне, с каждой собакой вы научаете что-то новое, тут есть некоторые очень важные моменты, которые вы должны соблюдать перед того, как начинать искусственно учить вашу собаку с домашних роликов, вы это никогда, запомните это навсегда, никогда не делайте такое упражнение, если у вас нет две основные вещи, первое, чтобы ваша собака уже хоть как-то, хоть как-то начинала делать короткие стойки, короткие марки на запахи в поле, перед того, как она это не начинала делать, вы не давайте, под никаком виде собаку ловить живой дичь, все равно какой дичь, включая зайца, это будет потом огромный проблем для вас, в работа на стойках, так что запомнитесь, первая собака должна начинать, хоть как-то делать какие-то стойки, хотя и короткие, ну, чтобы у нее было просыплено это желание, издебнивать дичь, чтобы она издебнила дичь, и тогда можете вы себя позволить, да, собака схватит какой-то живой дичь, второе, очень важно, которое вам надо соблюдать, перед этой тренировкой, чтобы ваша собака, была хоть какая-то подача, я не говорю, что там, это, конечно, молодые собаки, я понимаю, что у них и получается, но в большинстве случаев это сложно, чтобы была в тот возраст уже законченная подача, вы не отпускаете на такая работа собака, у которой нет хоть какая-то подача, просто, чтобы она притащила до вас там дичь, во время игры, когда была маленькая, когда вы начинали, ее только открывает глаза на тему подачи, опять говорю, не нужно, чтобы была закончена подача, но нужно, чтобы у собаки уже было развито чувство, что когда она найдет дичь, она его возьмет, там убьет, или если мертв, просто возьмет, и притащит к вам, если это у вас есть, то можете спокойно это делать, зачем нужна хоть какая-то подача, потому что если у вас нет подачи, потом на ХЦП, когда вы начнете тренироваться в локе, это может быть у вас очень большой проблем, если собака примерно там питается кушать дичь, если собака питается спрятать дичь, если она не научена, не приучена, чтобы надо с подачи к вам подходит, когда вы отпустите ее на такое большое расстояние, у вас уже нету прики контроля над ней, и когда нету прики контроля, собака иногда может питаться, там раздербанить эту дичь, еще там он живой, он просто провоцирует собаку это сделать, ну это не каждая собака, конечно, но есть риск, чтобы была такая собака, чтобы вы избежали вот такие проблемы, что потом, когда начинали с мертвой дичи, тренироваться для ХЦП и волки, чтобы вы избежали момента, в который собака вспомнит того, что когда вы ее тренировали на живой ЗАЦ, она там спрятала его, или так что-то сделала, и сделать то же самое на волок, у вас должен быть хоть какая-то подача, ну я надеюсь, что эти, так, подсказки, мои советы, вам поможет, и вам будет легче сдать это испытание, в общем-то, это все, что я вспомнил на данный момент, я надеюсь, если что-то пропустил, вы мне напишите, опять прошу вам, пишите в комментарии, обратная связь очень важна для меня, я надеюсь, и для вас, я надеюсь, было полезно для вас это видео, надеюсь, что вы, это, да, это видео, это ролик, я надеюсь, что вы научили, что-то новое, что-то интересное, для вас, и в конце этого видео, я хочу сказать, одна новость вам, я хочу выразить свои соболезнования, на вся семья Хофф, вчера, пошел в царство небесное, Франц Клемас Хофф, этот был человек, который научил нам в Болгарии, на почти все, что мы знаем для Драдхара, это был первый человек в Германии, с которой я познакомился, и начинал разговаривать, для немецкой системы, и ее приобретение в Болгарии, он сделал очень много для нас, не будет сильно, если я скажу, что все, что я знаю, я знаю благодаря его, все мои хорошие собаки, которые у меня есть, они есть благодаря его, и благодаря, его дочь, Эва Мария Хофф, которая тоже, с Царства Небесного, они, наверное, уже вместе, ну, прошай, друг, видел, все мои хорошие, с ц Si Saア Ко во нахер, все мои хорошие, все мои хорошие, я так я такие слова, пока, они не успеют ли, both los к ao Beach. !.